Привет всем, дорогие мои друзья и телезрители! Сегодня рубрика «Полезные советы из жизни» и будем травить сегодня муравьев. Хочу сразу сказать, что это средство не от муравьев, точнее не только от муравьев. Если у вас какие-то другие ползучие есть насекомые, тараканы, блохи, может быть, у вас по дому прыгают, муравьи те же, еще какие-нибудь там жуки, мотыльки, не знаю. Короче, это средство помогает от всех насекомых. Как называется средство? Средство называется каратэ, продается в дачных магазинах, то есть в магазинах для дачников. Оно вообще обычно используется против колорадского жука, но не все знают, что это средство универсальное от всех насекомых. Так вот, я использую его от муравьев у себя на даче. В чем основной плюс? Плюс в цене. Вот эта вот ампула 5 мл стоит 25 рублей. Я помню, у меня жена как-то покупала средство, тоже от муравьев, тоже мы брызгали несколько лет назад. За 800 рублей она заказывала. А оказалось, что основное действующее вещество, которое там за 800 рублей, то же самое, что и здесь. То есть фактически то же самое было, только вот это может в магазине для дачников купить ампулку за 25 рублей, а где-то там какое-то фирменное вы закажете то же самое, но за 800 рублей. Что мы делаем с этой ампулой? Ампулу надо развести в одном литре воды. Дальше вот в такой вот пульверизатор налить и разбрызгать по всей поверхности. Вот у меня муравьи в огромном количестве, вот каждую весну на кухне, они здесь лазают целыми толпами, жрут что-то, не знаю, что они тут делают, есть особо вроде нечего, все в холодильнике, в шкафах, но, короче, здесь толпа муравьев всегда каждую весну, каждую весну я обрабатываю. Нужно обрызгать всю кухню, все под всеми шкафами, за палентусами, везде во все укромные уголки побрызгать обязательно, где эти муравьи могут прятаться. Сейчас все покажу, хотя дело это долгое, собственно, как брызгать-то я не буду, наверное, показывать. Основное здесь, друзья, пожалуйста, средства индивидуальной защиты, вот перчатки резиновые, еще желательно, чтобы рукава у вас были длинные, вот видите, я не соблюдаю никакую технику безопасности, у меня открытая кожа, маска нужна, но когда я буду брызгать, я надену такую коронавирусную маску, которую мы все носили, у меня они есть еще, пока этих брызг особо мелких нет, можно и без маски, а вот эти вот места обязательно защитить, потому что производитель нам говорит, что эта отрава очень сильная, я ни разу ей не травился, каждый год я ей морю муравьев, потом колорадских жуков, я тоже этим самым морю, только там большие ампулы, не такие мелкие, ни разу пока не травился, но зачем искушать судьбу, правильно? лучше защититься, на кожу это попадать не должно, как это убивает насекомых, отлично убивает, как это действует на людей, не знаю и проверять не хочу. Короче, разводим ампулу 5 миллилитров в одном литре воды, с этим справится даже ребенок, да? Потом наливаем это все в пульверизатор, естественно, друзья, вот этот пульверизатор у меня только для этой химозы сделан, только для такой отравы, больше ничего я в него не заливаю, он у меня стоит в сарае отдельно, жена у меня не может к нему доступ получить, чтобы, допустим, цветы там какие-нибудь свои опрыснуть, еще там зачем ей пульверизатор нужен, это чисто мой пульверизатор для отравы, тоже, понимаете, да? Безопасность самое главное для нас. В общем, развели, налили и начинаем брызгать, вот сейчас вот мелкие брызги полетят, вот от таких брызг лучше, конечно, маской защититься, потому что они по всей комнате сейчас будут летать и мы их будем вдыхать, но не буду я вам показывать. Короче, друзья, вот это вот все нужно распылить по всей площади, которую вы хотите от муравьев защитить, то есть в данном случае у меня это кухня, и потом все подходы к дому, вход в дом, где эти муравьи, собственно, заползают. Вот здесь вот в щелях между окон, у меня тоже они иногда заползают, все нужно обработать. И после этого, запах такой, конечно, появляется резкий, да, но ничего не бойтесь, после этого все окна закрываем, чтобы не было проветривания, не было сквозняков, чтобы это средство не улетучило у нас на улицу, и оставляем где-то на три часа. Пусть это все помокнет, подействует, пообрабатывается, а потом через три часа можно, в принципе, уже все окна открывать и вот этот вот неприятный запах проветривать. После этого муравьев у вас не будет. Но мне на дачный сезон хватает, то есть по весне в мае я обычно обрабатываю, и на весь дачный сезон, до следующей весны я про муравьев забываю. На колорадского жука тоже, в принципе, нормально действует, хотя против колорадского жука я немного другие сейчас средства использую, но это тоже можно, тоже пойдет. Вот одного литра хватает, чтобы обработать где-то, наверное, метров 30 квадратных, плюс-минус, вот так вот, если по полу разбрызгивать, плюс там во все щели забрызгивает, ну, я думаю, метров на 30, на 25 квадратных хватит. Вот такие дела, друзья. Надеюсь, от муравьев, от тараканов, еще там от всяких ползучих гадов вы больше страдать не будете. Всего 25 рублей, всего там 20 минут времени, и вы от муравьев избавляетесь. Ну, все, друзья, надеюсь, было интересно и полезно. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете, ну, и вообще, подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Вообще, у меня канал, конечно, про рецепты, про кухну, но иногда вот такие вот жизненные советы здесь тоже бывают. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok